Сегодня я хочу сделать то, что ждали многие. Это выполнить вашу просьбу и сделать реакцию на парня, которого я даже не знаю. Вообще не знаю, кто он такой. Ну так давайте сделаем эту реакцию. Такое ощущение, что это будет что-то классическое. Посмотрим, что же это будет. Субтитры создавал DimaTorzok У него сейчас такой мягкий голосок. Он не слишком глубокий, но это и не средний голос. Это такой умиротворяющий голос, который очень приятно слушать. Также он вкладывает в это очень много чувств. Песня такая, более классическая. И он сейчас поет где-то посередине. Как же много эмоций, и они прекрасны. Он поет очень нежно. И эта нежность исходит из груди. У него здесь очень хорошая поддержка. Поэтому он не нуждается в дыхании. А потом он делает эти разрывы. Классно. Очень классно. Поэтому я говорю, что пение — это не только вовремя открывать рот. Это использование определенной техники в самое подходящее время. И здесь не только техника. Здесь еще и эмоции. Это его голос? Это был он? Я думал, это какая-нибудь женщина на бэк-вокале. Я сейчас серьезно. Итак, он начал средним голосом. Потом низкий мужской голос. И сейчас это же поет женщина. Спокойствие. Я не могу определить, это был фальцет или головной голос. Потому что это так прозвучало. Если бы это был фальцет, звучание было бы другое. Ничего не понимаю. А вот сейчас это фальцет. Совершенно идеально. Такой глубокий фальцет. Я думаю, в этом и есть его особенность. Для простого человека спеть вот так будет очень сложно. А он делает это налегке. Он опять начал петь низко. Это круто. Он это такой певец. Не знаю, как. Он очень искусный певец. Он может петь очень низко и может петь очень высоко. Просто супер. Я не знаю, это его произношение. Или может он так и разговаривает. Но здесь у него такой сжатый голос. Немного закрытый. И даже так, это очень приятный голос. Я только одно не пойму, как он не теряет высоту тона. Ведь это закрытый голос. Если бы он был открытым, то это бы звучало так. Он здесь поет как-то по-другому. Ладно, едем дальше. Какого черта? Я понял. Ты хочешь поиграть, да? Хочешь поиграть? Ну так давай поиграем. Если меня хватит. В общем, вот что я вам скажу. Парень настоящий универсал. Он здесь уже спел тремя голосами. И технически это было на высочайшем уровне. А сейчас он уже просто балуется. Его голос как будто бы меняется в частоте звука, тембра. И в итоге он звучит как совершенно другой человек. Это ж так обалденно. Толпа просто ликует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И меня вылечат. Спокойствие. Только спокойствие. Нужно просто принять и жить с этим. Он даже не напрягается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто в одну секунду, и он до сих пор продолжает это делать. Откуда вообще звук? Это так звучит, что невозможно не влюбиться. Я вот что еще хочу сказать. Хочу сказать вам, что я неизлечимый меломан. Я до смерти люблю хорошую музыку и хороших певцов. И этот парень зацепил меня. Он делает меня счастливым. Все, кино не будет. Я Себастьян. Потому что я не знаю, что еще сказать. У меня просто нет слов. А ну-ка, иди сюда. Вот какое у тебя будет лицо, если ты услышишь ангела? Этот парень ангел. Ну а как еще? Ну вот как ты его после такого еще назовешь? Самое интересное то, что он спокоен, как удав. Он же вообще не парится. Не разрывает свои связки. На его лице ни капли усталости. А че ему уставать? Он же не напрягается. Ё-моё, это ж как так? Как он достиг такого уровня пения? Народ, меня аж прям трясет. Сижу тут на нервах. Оставил меня с открытым ртом. Я думаю, это о многом говорит. Димаш это ангельский певец, который сносит крышу.